Так, окей, давайте начнем с того, что у нас будет в сегодняшней лекции в принципе. Мы поговорим про базовое понятие реализационных баз данных, о том, что это такое, зачем это нужно, как это применяется в принципе, какие они, ну немножко о том, какие они бывают, но в основном будем говорить про MySQL. Про проектирование баз данных, посмотрим на то, как делать различные запросы к базам данных на добавление, на изменение данных, запросы самих данных, посмотрим, что такое и для чего нужны индексы в базах данных, как они вам помогают, познакомимся с механизмом анализа запросов, explain, которые предоставляют те же самые решения, в общем-то. Ну и в конце, возможно, немножко поговорим про нойсхью решения баз данных, которые есть, зачем они в принципе нужны, где они вам могут пригодиться и так далее. Сегодня сначала будет немножко теория, как всегда, но сегодня будет немножечко совместной работы, нужно будет строить запросы, понимать, что запросы делают, так что я ожидаю, что вы будете подсказывать мне. Так, ну и для начала вообще, зачем это все нужно? Вот вы научились писать приложение на питоне. И вам нужно, допустим, сохранить какое-то большое количество данных. Ну, очевидное решение, вы можете хранить их у себя где-то в файле, да, читать из файла, когда запускаете свое приложение, потом записывать обратно файл. Вроде бы все хорошо, пока данных не стало очень много. И тогда у вас возникает необходимость хранить данные в каком-то более умном хранилище, которое не просто вы пишете и вы поддерживаете, а уже готовое решение. Но это если вы пишете свои приложения на питоне. Современное программирование, оно чаще всего не про свои приложения, а про веб-приложения, про сервисы и так далее. Какие есть варианты хранения данных там? Первый вариант хранения — это куки. Кто не знает, что такое куки? Короче, когда ты используешь браузер для просмотра различных страниц и ресурсов в интернете, то браузер сохраняет до 4 килобайт информации у себя для того, чтобы хранить какие-то там авторизационные сессии и другие параметры, которые необходимы для того, чтобы этот сайт тебя узнавал, знал, какие-то там реферальные флаги на тебе ставил о том, что ты уже посещал какие-то страницы и так далее. Допустим, ты заходишь на сайт, он тебе спрашивает, есть ли вам уже 12 лет или нет? Такой, ну да, есть. Нажал на подтверждение, окошко закрылось, ты страницу обновил, информация о том, что ты что-то отмечал, если нету кук, сайту хранить негде, он спрашивает тебе снова это. Очевидно, так это не работает, потому что есть какое-то хранилище у тебя на браузере, которое отмечает какие-то события, которые ты уже на этом сайте сделал. Ну, это первый вариант, и он очень небольшой, куки, как бы всего 4 килобайта, много там не похранишь. Другой вариант, опять же, в браузере, это веб-стораж. Это хранилище уже довольно вместительное, ты можешь туда записывать довольно большое количество данных, но у него есть проблема, ты зашел на этот же сайт с телефона, там сторож уже другой. Соответственно, какие-то данные, которые нужны для всех приложений, для всех версий приложений для всех устройств, там не похранишь. Поэтому, очевидно, нужно хранить не со стороны клиента, а со стороны сервера. Ну, да, как сказано, на сервере вы можете хранить в памяти, на диске, ну, не на диске, а в памяти. Вариант в памяти. Ну, банально, в оперативной памяти пока запущено приложение, окей. Вы можете хранить в каких-то решениях типа кэшей, но, опять же, просто хранить в памяти в приложении, это ненадежно, потому что у вас приложение перезапустилось, данные потерялись. Если вы храните на диске, если вы храните на диске, ну, просто пишите файл, то читать из файла будет долго, соответственно, ваш сервис будет долго отвечать, тоже не очень. Поэтому информацию, которую необходимо на длительный срок сохранить, вы, естественно, пишете в диск, но информацию, которую необходимо постоянно отдавать пользователю, ну, допустим, сейчас пойдем к этому, вы храните в памяти. Какая информация может быть постоянно нужна пользователю? Кто мне скажет? Ну, вот прям вообще вот постоянно при каждом запросе вы должны, допустим, вы заходите, что? Не, пароль, ну, почти что пароль, но пароль человек, да, в традиционной сессии. То есть при каждом запросе вы должны откуда-то доставать эту сессию и говорить вашему сервису, что этот пользователь авторизован или нет. Хранить его на диске нужно, потому что у вас, опять же, память недолговечна, да, но если вы будете постоянно его доставать в диск, это будет долго. Поэтому вы храните его и на диске, и в памяти. Ну, и есть более простые варианты, что нужно хранить в памяти. Например, если вы периодически делаете запросы куда-то, и вам нужно запоминать, на каком последнем элементе вы остановились. Хранить это на диске, если запросы часто, не имеет смысла. Ну, поэтому вы храните это где-то в памяти. Окей. С хранением данных, надеюсь, все понятно. Ну, собственно говоря, да, если вы храните в памяти, то это, видимо, какие-то кэши. Если вы храните на диске, то это, скорее всего, будет база данных. Ну, а на диске и в памяти как раз совмещенный вариант, когда у вас есть и кэши, и база данных. Какие… ну, во-первых, что такое база данных, и какие решения ее поддержат. Определения просто из Википедии. Они, в принципе, не нужны, ну, просто для понимания того, с чем мы вообще работаем. База данных называются взаимосвязанные данные, специальным образом храняющиеся на ком-либо носителе. То есть просто какие-то данные, которые как-то хранятся, и мы знаем, каким они образом хранятся. Все, не более того. СУБД – это уже программный комплекс, который обеспечивает работу с этими данными. И что же он должен обеспечивать? Во-первых, управление данными на диске и в оперативной памяти. Ну, потому что, понятно, вы не хотите заморачиваться о том, как будут храниться данные на диске. Вы хотите просто отправлять вашей СУБД, не знаю, дикт с данными, и чтобы она их как-то хранила. Журналирование и резервное копирование журнализации. Ну, если у вас база хранит и в памяти, и на диске, то очевидно, что, во-первых, может быть проблема с тем, что в памяти на диске оказались разные данные. Во-вторых, база данных может, допустим, накапливать данные изначально в память, потом их записывать на диск. И в конце концов… Поэтому у вас опять же может быть небольшой рассинхрон. И в конце концов у вас данные могут быть битыми, поэтому вам нужно знать последовательность запросов, которые привели вашу базу данных в то состояние, в котором она сейчас находится. Вот это как раз все про журнализацию данных. Резервное копирование – это про то, что вы хотите, чтобы если что-то случилось с вашей текущей базой, у вас была возможность взять файлик, который вы заранее создали, и накатить вашу базу данных заново из этого файлика. Что еще должна делать база данных? Представление интерфейса взаимодействия с базой данных. Ну, очевидно, вы не хотите… Да, у нас есть какое-то хранилище, оно умеет управлять данными на диске, оно умеет реликонокопировать, журнализацию, но вы явно не хотите в каждом проекте писать низкоуровневое управление этими данными. Вот. Поэтому ваша база данных должна предоставлять вам какой-то интерфейс для того, чтобы вы вызывали методы, передавали им данные, получали результат в виде хранящихся данных. Ну и предоставление механизма транзакции, на самом деле, это уже необязательное условие, но подавляющее большинство баз данных это предлагает, поэтому, де-факто, это обязательное условие для баз данных. Кто знает, что такое транзакции, и ее скажут. Что? Ну, практически, да. Да. И как раз переводы здесь, в принципе, транзакциями называются именно из-за того, что либо они будут выполнены полностью, либо они откатятся, и вы обратно получите там все свои деньги. То есть не может быть такого, что вы начали выполнять перевод, деньги от вас ушли, попали в банк, а потом банк такой, ну, нет, ошибка, извините, мы дальше ничего делать не будем, поэтому деньги остаются у нас, а вы там сами разбирайтесь. Вот. Да, транзакция — это как раз таки механик, который позволяет вам гарантированно провести операцию изменения данных. Окей. Про реляционные базы данных. В основе реляционной базы данных лежат таблицы, то есть способ хранения данных в базе. Собственно, так как таблица в реляционной модели называется отношение, relation, поэтому и модель называется реляционная. Таблица, как легко догадаться, состоит из столцов и строк. Что здесь столцы? Столцы — это различные виды данных, которые вы храните в вашей таблице. А строки в данном случае — это, по сути, объединение столцов, то есть один объект с полным набором всех параметров из таблиц. Вот примерчики. Вот это, в принципе, это вывод из базы данных с пользователями. Собственно, вывел я только поля ID-шника имени, фамилии и юзернейма. Вот здесь как раз-таки столцами являются эти параметры, то есть ID, имя, фамилия и юзернейм. А строки — это информация, характеризующая одного пользователя, то есть его номер в базе, его имя, фамилия и юзернейм. С хранением понятно. Еще про таблицы, еще про базу данных. Дело в том, что вы можете, конечно же, любым образом характеризовать строки любым набором данных, но обязательно, чтобы у вас в строке был некоторый уникальный идентификатор, ожидаемый числовой, который будет являться первичным ключом. То есть, ну, контролируется его уникальность по всей таблице для каждой строки. Вот в данном случае таким идентификатором является ID-шник. То есть для каждого юзера, для каждой записи он будет уникальный. Первичный ключ. Собственно говоря, как я сказал ранее, это просто уникальный параметр для каждой записи в вашей таблице. Если не так просто, то это один из потенциальных ключей отношений, выбранных в качестве основного ключа. Если у вас есть единственный потенциальный ключ, то есть единственный параметр, который является уникальным для всей вашей таблицы, то он является первичным ключом. Если их несколько, то вы можете выбрать любой, а другие будут альтернативными. Для чего нужны первичные ключи? Потому что есть внешние ключи. Допустим, у вас есть пользователи и у вас есть их профиль. В пользователе вы храните только основную информацию типа имени, фамилии, не знаю, юзернейм, а в профиле вы храните мужской или женский пол у него, его возраст и все остальное. Это две разные таблицы. Соответственно, вы каким-то образом должны эти две записи из одной таблицы связывать с записями из другой таблицы. Поэтому в таблице с профилями вы будете делать отдельное поле, которое будет хранить себе айдишник пользователя из первой таблицы. Таким образом, вот этот вот айдишник пользователя из первой таблицы в таблице с профилем будет являться внешним ключом, а айдишник пользователя первичным ключом. Так, и мы подобрались к связи. Связи в реализационной базе данных. Каким образом могут связываться данные? Давайте начнем со связи один ко многим. Это когда одной записи в одной таблице соответствует несколько записей в других таблицах. И вырожденный случай связи один ко многим это связь один к одному. То есть когда одной записи в одной таблице соответствует одна запись в другой таблице. Чуть позже мы разберем это дело на примеры, так что не попадайте сразу в усадок, пожалуйста. Еще один вид связи это отношение многие ко многим. То есть когда многим записям одной таблицы соответствует много записей другой таблицы. Примеры. Допустим, у вас есть модели машин и цвета машин. Естественно, что ну, вариант первый. вы можете вообще забить вот на эту вот табличку и хранить все записи о цветах прямо здесь в поле color. Но в этом случае во-первых у вас будет несколько у вас будут дублироваться записи в этой таблице в чем записи названий цветов. Если в какой-то момент ваш заказчик решит, что нужно поменять название pink на blue то вам придется делать изменения во всей таблице и заменять все поля с названием pink на другое название. Это первая причина по которой стоит сделать отдельное поле отдельную таблицу с цветами и в таблице с моделями машин ссылаться на тот цвет, который ей соответствует. Вопрос. Что на примере этих двух таблиц является внешним ключом и первичным ключом для обоих таблиц? Color. Color это внешнее. Color это внешнее. А первичные ключи? Кей и там и там и первичные ключи. Да. То есть когда мы хотим сослаться на цвет, то мы указываем ID-шник записи из Color в таблице с машинами. Ок. Чуть более сложный вариант. Вам нужно реализовать наборы блюд. У вас есть ингредиенты, у вас есть блюда, вам нужно составить по сути список ингредиентов, которые в каждое из блюдов входят. Очевидно, что один ингредиент может входить в несколько различных блюд. И наоборот, несколько различных блюд могут с... Ну да. Какой вариант здесь есть? То есть у нас по сути уже связь не один ко многим, а многие ко многим. Много блюд могут содержать много различных ингредиентов. Как это построить? Есть варианты? сделать отдельную таблицу для связывания блюд и ингредиентов. В этом случае мы сможем сказать, что у нас мы создаем отдельную таблицу, в которой есть два поля. Это по сути первичный ключ из таблицы с блюдами и первичный ключ из таблицы с ингредиентами. И теперь мы знаем, что для того, чтобы сделать первое блюдо, нам нужно взять третий ингредиент и для того, чтобы сделать второе блюдо, нам нужно взять первый ингредиент. Соответственно, таким образом реализуется связь многим ко многим. Так, ну, в принципе, про то, как выглядят таблицы в базах данных, я думаю, понятно. Не очень понятно, как с ними работать. Работа с базами данных осуществляется на специальном языке SQL, который был придуман отдельно для работы с базами данных. Изначально он придумывался как язык для бухгалтеров, но что-то пошло не так и для бухгалтеров он оказался слишком сложен. да, и в общем-то наверное здесь можно понимать почему. Вот структура запроса, SQL запроса. Это структура запроса на получение данных. Получение данных это запрос select, то есть это первое ключевое слово, которое вы здесь видите. Далее идет уточнение необязательный параметр distinct, all и так далее, который характеризует то, какой должна быть выборка. Ключевое слово distinct приводит к тому, что в вашей выборке будут только уникальные элементы. Далее идут параметры вашего запроса, то есть по сути те поля, которые вы хотите получить. После чего ключевое слово from и название таблицы, в которую вы делаете запрос. И далее опять же необязательные параметры where, groupby, having, orderby. Это скорее вам просто для того, чтобы вы потом не путались в порядке использования параметров, когда будете вставлять все запросы. Давайте рассмотрим конкретные запросы select. Предположим, что у нас есть таблица users. Это таблица, в которой хранятся пользователи. И мы хотим получить и мы делаем к ней select. Select from users where age больше 10. Select ключевое слово для создания запроса. Звездочка означает, что мы хотим получить абсолютно все поля из этой таблицы. таблицы. Ключевое слово from, указание таблицы, дальше ключевое слово where. Ключевое слово where создает условия, по которым нам будут возвращены значения из нашей таблицы. То есть первым запросом мы получим все поля всех пользователей, чей возраст больше 10. Понятно? Расскажите мне, что делает второй запрос по аналогии. Да. Причем в MySQL поиск по текстовому полю будет нешитительным к регистру и соответственно вы найдете как всех маш с маленькой буквы, так и всех маш с большой буквы. Чуть более сложный вариант в MySQL и в Ригихевских языках есть операторы агрегации, то есть такие операторы, которыми вы можете собрать группу запросов и вывести какой-то общий для них параметр. Например, оператор Max. Очевидно, он вернет вам максимальный возраст среди всех юзеров, которые у вас в принципе есть. То есть как это будет сделано? Вы получите сначала всех пользователей, потом он возьмет у них у всех поле age, пройдет по ним всем получит максимальный и вернет вам одно значение максимального возраста. также есть негрегационные параметры такие как length это очевидно длина имени и здесь есть ссылочка которую вы сможете посмотреть позже это перечень всех других сроковых функций которые вам предлагает MySQL из коробки собственно кто не расскажет что делает вот этот вот этот вот запрос с четвертой по восьмую давай да и еще вот этот окей начиная с 15 позиции он пропустит первых 15 позиций да ну первых 15 позиций из тех которые ему подойдут по условиям вот да собственно говоря order by это ключевое слово говорящие о том каким образом необходимо сортировать наши выходные данные ключевое слово like в блоке в это поиск по похожей строке то есть вы по сути это замена точка звездочка в регулярках вот вот эта вот подстрока найдет все строки которые начинаются на что угодно а заканчиваются на собакам mail.ru соответственно если бы вы написали здесь процент собакам mail процент то вы нашли бы все такие строки которые просто содержат в себе подстроку собакам mail так order by name понятно ключевое слово desk означает что вы хотите увидеть ваш список не просто сортированным по имени а сортированным по имени в обратном порядке ну и с лимитом оффсета мы уже вроде бы обсудили лимит это ограничение по количеству выведенных записей а оффсет это то сколько первых позиций в выводимых записях будет пропущено этот запрос давайте кто-нибудь другой расскажите что он делает по аналогии в принципе тут все довольно похоже не совсем во-первых начнем с начала этого запроса это select что он выводит он выводит имя и количество айдишников каких-то количество айдишников из таблицы users user у которых имя начинается ну не начинается а имя содержит дим дальше идет group by having и order by ну с order by все понятно мы сортируем по cnt посмотрим на group by и having group by это ключевое слово которое используется при ну в тех случаях когда вы используете агрегации в вашем запросе собственно агрегация вот она вы используете в этом запросе используется каунт то есть агрегирующая операция он считает всех таких пользователей у которых будет совпадать имя first name и скажет их количество считать он их будет потому что мы группируем по first name мы говорим что first name мы фактически делаем параметры который должен объединять записи записи считаются оператором каунт и мы выводим всех пользователей все имена с количеством их использования что касается having и так далее having это по сути как блок v только если блок v используется для блока select то блок having используется когда вы делаете агрегирующие операции и сюда вы можете передать уже параметр синты который вы создали в который вы положили сегрегированное количество юзеров и каким-то образом его еще пофильтровать давайте просто выполним этот запрос на реальной базе вот собственно сейчас я подключен к консоли MySQL я использую базу sysbase это моя рабочая база и в ней есть таблица users user в которой мы сделаем этот запрос что мы здесь увидим во первых мы видим имя которое подходит под этот параметр количество встречных людей с таким именем и доп.информацию о том сколько строк было выведено и за какое время давайте попробуем уменьшить наше второе условие на то сколько должно быть минимум людей с таким именем для вывода и скажем что их будет допустим пять в этом случае мы получим еще 88 вадимов которые тоже есть в этой таблице понятно если бы если бы не использовали этот параметр вообще давайте изменим немножко наши параметры поиска слишком много вот вот если бы мы не использовали этот параметр вообще то мы увидели бы вывод имен и количество их встречаний в этой таблице среди всех записей и среди любых количеств если мы используем having то мы можем отфильтровать наши результаты уже после того как мы получили эту группировку ок с having понятно для чего используется для того чтобы фильтровать сгруппированные результаты все ли поняли что происходит вот в этом вот вот в этом вот месте где мы говорим что каунт айди будет cnt то есть мы говорим что у нас результат подсчета всех айди нужно положить переменную каунтер окей какие еще бывают агрегационные функции в mysql вы можете вычислять средние значения суммировать значение суммировать значение по строкам получать минимальное максимальное и получать собственно количество это те агрегации которые вы можете делать из коробки в mysql да а теперь переходим к следующему варианту вот эти запросы select они делают запрос одной таблице соответственно если вам нужно получить данные из нескольких таблиц вы конечно же можете получить данные из одной таблицы ну вот в случае с нашими цветами машин вы можете получить сначала все данные из все данные из таблицы с машинами узнать какие-то модишники цветов пойти в таблицу с цветами получить цвета и у себя в коде это дело соединить но очевидно что база данных сделает за вас это много быстрее и для того чтобы объединять по первичному внешнему ключу разные таблицы есть ключевое слово join что делает join когда вы описываете select вы можете сказать что вы хотите присоединить к вашей к вашей таблице другую таблицу и указать по какому параметру вы хотите их соединять допустим у нас есть таблица с героями и с их обилками и у каждой обилки указан айдишник героя которому она соответствует собственно вот первый запрос мы получаем первый запрос какой-то недописанный извиняюсь второй запрос мы получаем имена героев и имена обилок получаем их из таблицы героев и говорим что для того чтобы сокращать не писать везде что это таблица heroes мы будем писать что это записываем название переменную h то есть мы сокращаем по сути название до h делаем inner join и показываем все делаем inner join с таблицей abilities и соединяем их по параметру айдишник героя должен быть в поле hero id в таблице с обилками какие бывают join join бывают inner join это декартово произведение то есть сумма всех айдишников из одной таблицы и соответствие им всех айдишников из другой таблицы не айдишников а вторичных ключей из другой таблицы в этом случае если у нас если у нас допустим у кого-то героя нету ни одной обилки то он в принципе не попадет в регистрирующую выборку второй вариант это left join это такой join в котором если мы взяли из первой таблицы с героями героя и у него нету обилки то он все равно попадет в регистрирующую выборку но вместо обилки у него будет стоять null и давайте вы расскажете мне как будет выглядеть запрос если мы хотим получить список машин сразу же с их цветами вот на примере вот этих вот двух таблиц да да угу каком параметры будет делаться соединение таблиц да правильно то есть мы выбираем все параметры из таблицы color и всем цветам ставим соответствие название цвета который будет ну по сути составим соответствие записи из таблицы с цветами что получится в результате в результате мы получим строки где будет указан ключ для всех колоров модели айдишники color годы здания ключ для цвета и собственно само название цвета если бы мы хотели получить непосредственно значение цветов допустим модель и значение цвета то мы делали бы select не звездочка а указывали что мы хотим получить car . model и color . name случае если вы делаете запрос к одной таблице вам не нужно вам select ах не нужно указывать какой вы таблицы делаете запрос даже если вы получаете конкретные поля но если вы делаете запрос низким низким таблицам и тем более у них могут совпадать название столбцов вам нужно указывать из какой конкретной таблицы вы хотите получить столбец по этой причине здесь необходимы псевдонимы h и эй для героев и для их абилок так окей еще один вариант когда вы можете объединять запросы это если вам нужно объединить запрос не получить речи рующий запрос не из двух различных таблиц а из одного запроса и присоединить к нему результаты другого запроса собственно делается точно также с помощью join а вы делаете некоторый select указываете параметры которые вы хотите получить на выходе из какой таблицы вы хотите его получить и джоните к нему под запрос такой же самый select у которого описывайте поля которые нужны вам из него для чего это может быть нужно например если вы хотите потом пофильтровать ваш результат по параметру который вы получили в подзапросе допустим здесь мы получаем макс айди это группировка и можно было бы указать здесь следующей строкой having макс айди там больше не больше ста в первоначальном запросе этой информации не было но с джонным запросе уже эта информация будет окей так про чтение мы вроде бы поговорили давайте немножечко про другие операции над данными оператор insert это оператор вставления данных в базу данных синтез такой insert int указываете название модели название таблиц в которые вы будете вставлять далее перечисляете те поля в которые вы будете заполнять этим insert и после ключевого слова values указываете опять же вроде табло с параметрами которые будут в эти поля вставлены вроде бы ничего сложного нету апдейт это операция изменения уже существующих данных во первых она выполняется на множестве данных то есть обсудить его на первый на второй запрос первым во втором запросе вы видите блок который вам уже на компасе лект то есть это блок который фильтрует ваши данные каким-то образом а именно он говорит что имя должен быть питер соответственно что сделает второй запрос он изменит все записи из таблицы пользователей и установит на поле age значение 20 но только для тех записей у которых name равен питер соответственно первая запись она изменит рейтинги абсолютно всем пользователям во всей таблице понятно окей ну и последний тип запросов это запросы delete на удаление данных с таблицы синтаксис делита похож на синтаксис селекта вы тоже говорите ключевое слово делит from вы не указываете какие поля потому что он удаляет всю запись далее вы выберете из какой таблицы вы собираетесь что-то удалять и пишите условия опять же удаляются все записи которые попали под под ваши условия если вы не написали условия то вы удаляете вообще все записи окей что делает пятый запрос что да давайте представим гипотетическую ситуацию что вам нужно позвонить вашему дяде вани из воронежа но у вас есть ваш телефон и он даже там записан как вы будете это делать а и и ваш телефон не поддерживает поиск по имени ну вариант 1 у вас есть ваш телефонная книга вы будете ее всю пролистывать и искать вашего дядю ваню из воронежа вариант долги грустный пролистывать будете долго можете кого-то пропустить кого-то два раза прочитать не очень эффективно вариант 2 в телефонах обычно справа есть столбик с первыми буквами с которых начинается эта запись то есть во первых вы должны знать каким образом вы его записали дядя или вани или воронеж вы переходите к той букве с которой вы начали запись его в телефон и уже среди небольшого количества телефонов вы ищете очевидно что второй способ будет и быстрее и надежнее потому что вам нужно будет глазами посмотреть меньше записи вот именно так и работают индексы то есть индекс это такой по сути как картотека среди всех ваших записей которые вы сделали в базу по какому-то параметру индекс может быть простой это допустим индекс по айтишнику вам ну вы просто храните список всех айтишников которые есть у вас в базе и можете быстро по ним искать вариант 2 это индекс составной это индекс сразу же по нескольким параметрам например по имени фамилии вы храните предположим вы храните список ими нежние подчеркивания фамилия если вам нужно найти всех пользователей с всех пользователей с заданной заданным именем и фамилией то вы будете идти типа имя найдете подходящее имя среди списка подходящих имен посмотрите все подходящие вам фамилии на youth подходящих найдете всех пользователей. Соответственно, чем лучше вам подходит для вашей задачи ваш индекс, тем быстрее будет по нему поиск. То есть очевидно, что индекс по имени будет работать хуже, чем индекс по имени и фамилии, если вам нужно искать по имени и фамилии. Так вы найдете всех пользователей по имени, обратно пойдете в базу и будете идти по всем пользователям с данным именем и смотреть на то, какая же у них там фамилия, сравнивать его, опять же, фуллсканом, что не очень хорошо. Насколько чему в индексе быстро искать? Чаще всего индекс представлен в виде забалансированного дерева. Например, кто мне скажет, что такое забалансированное дерево и какая скорость поиска по забалансированному дереву? Да ладно, ребята, что? Окей, сбалансированное дерево – это… Так, что такое просто дерево, вы знаете, да? Окей, сбалансированное дерево поиска – это такое дерево, у которого у каждой ноды есть только два потомка, два лепестка. левые строго меньше, чем правые, и в правой половине дерева столько же элементов, сколько и в левой половине дерева. Соответственно, поиск по сбалансированному дереву занимает локотен количество элементов, находящихся в этом дереве. То есть, если у вас в вашей записи 100 записей, то вы будете искать в 10 раз быстрее, чем если бы шлифулсканом. Понятно, да? Окей. Другой вариант с индексами. Ну, да, и, собственно, как происходит поиск по индексу. Допустим, вы говорите, я хочу получить всех пользователей, у которых айдишник больше, чем 10, но меньше, чем 100. База заходит в ваш индекс, проходит по индексу по айдишникам, находит все подходящие записи, у которых айдишник больше 10, но меньше 100, но в индексе хранится только, собственно, этот айдишник, а сама запись не хранится. Хранится айдишник и ссылка на запись в базе. Поэтому он находит этот айдишник, идет в базу, достает, поднимает оттуда с диска значение ваших пользователей из таблицы и возвращает вам уже список пользователей по этим параметрам. Как бы, что, в принципе, неплохо, но все равно долго, потому что вы ходите на диск и все равно это долго. Другой вариант — это кластерный индекс. Кластерный индекс — это такой индекс, у которого есть не только параметры, по которым вы ищете, но в нем же есть все данные из вашей таблицы, которые… ну, которые есть в таблице. Такой индекс может быть только один, потому что он тяжелый, очевидно. Понятно, для чего, в принципе, нужны индексы и чем, скажем, будет различаться индекс по имени от индекса по айдишнику и по какому принципу вам нужно выбирать, какой вам нужен индекс или нет. Ну, допустим, вы будете делать… ну, у вас есть список пользователей, и вы будете делать поиск по возрасту, какой вам нужен индекс. Вот у вас есть пользователи, вы говорите… ваши запросы будут вида. Верните мне всех пользователей, у которых возраст там больше 10, но меньше 150. 50. Каким образом вы можете ускорить работу вашей базы? Да, сделать индекс по возрасту, чтобы она не проверяла всех ваших пользователей и сварила их возраст, а зашла в индекс, взяла в этом диапазоне пользователей, вернула вам пользователей. Еще при выборе индекса вам нужно думать о том, насколько сильно он будет делить вашу базу. Например, если у вас есть… вот, у вас социальная сеть, у вас 10 миллионов пользователей, и у вас есть примерно 2000 пользователей, которые неактивные. Скажите, эффективный ли будет индекс по активности пользователя? Почему? Да, он практически никого не откинет. Соответственно, вы все равно будете забирать практически в фулл скану всю таблицу. Какой индекс сделать не особо есть смысл. А, скажем, индекс по имени? Если вы делаете… если у вас есть строка поиска по имени? По юзернейм? Да, ну юзернейм или просто ферстнейм. Ну да, потому что, ну, если у вас не специфическая социальная сеть, где есть только Артема, то да, он будет эффективен. Да, собственно, по каким полям нужно делать индексы? Во-первых, индексы нужно делать по полям, по которым у вас есть джойны. Потому что, когда база будет джойнить ваш первичный ключ с вторичным ключом из другой таблицы, то было бы хорошо, если бы из второй таблицы он мог сразу же получить по ID-шникам из первой таблицы записи. Во-вторых, нужно делать индексы по полям, по которым вы делаете фильтрацию. Но, опять же, помните про то, насколько хорошо этот индекс будет разделять вашу базу. И нужно делать индексы для полей, по которым есть, по которым есть сортировка. То есть, если вы будете сортировать ваших пользователей по дате рождения, то хорошо было бы сделать этот индекс. Кто-нибудь скажет, почему? Зачем вам индекс по полю, по которому вы сортируете? Вы вроде бы по нему не ищите. То есть, как бы, с какой целью? И все равно же по ним проходится. Да. Если ваша база увидит, что у вас есть индекс по полю, по которому вы делаете сортировку, то ей, по сути, не нужно будет сортировать данные после их получения. Она сразу же пройдет по индексу, сразу же получит отсортированные данные и потом просто заберет их значение. Окей. Какие задачи проектирования вашей базы? Во-первых, вам нужно обеспечить хранение всей необходимой информации, которая вам нужна. То есть, если вы делаете, опять же, ту же соцсеть, то вам нужно хранить имя, фамилию, желательно пол человека, которого вы храните, а не как телеграм. Это обеспечение возможности получения данных по всем запросам. Ну, про что это? Про то, что, в принципе, вы можете построить вашу базу данных таким образом, споректировать ее таким образом, что строить запросы для получения данных будет боль, и вы не сможете одним запросом, даже со всеми джойнами, получить всю нужную вам информацию. Соответственно, строить нужно так, фректировать нужно так, чтобы вы смогли написать к ней запросы. То есть, вы проектируете вашу базу данных еще и от запросов, которые вы к ней пишете. Далее. Нужно сокращать избыточность и дублирование данных. Кто мне скажет, зачем? Вот, казалось бы, у нас же есть, ну, допустим, мы можем и в информацию о пользователе написать его возраст, и в профиле написать его возраст, если это две разные таблицы. Почему этого не стоит делать? Что? Да. Во-первых, меньше будет необходимость места, куда нужно внести запросы, но это не самое главное. Самое главное, что данные должны быть консистентными. То есть, если вы говорите, что у вас человеку 20 лет, то не должно быть такого места в базе, где утверждается, что ему 19. А наличие таких вот мест, где ему либо 20, либо 19, как раз таки, и наличие нескольких мест с одним и тем же значением поля, приводит к тому, что у вас в одной таблице с людьми может быть 20 написано лет человеку, а в таблице с профилями будет написано 19. И вы не знаете, к чему верить. Ну и вам нужно обеспечивать целостность данных. Но это больше про то, что вы должны соблюдать типы данных, которые вы передаете, и ничего не теряете. Окей. Собственно говоря, давайте поговорим про типы данных, которые у нас есть. Что нам предлагает MySQL? Целые числа, числа с плавающей точкой, даты с уточнением времени, таймстемпы, временные интервалы, годы. Нужно понимать, что у всех этих типов данных есть некоторые ограничения либо по максимально-минимальным значениям, либо по там, ну да, максимально-минимальное значение и так далее. То есть, если вы попытаетесь записать в поле int значение, превышающее его размер, у вас произойдет то же самое, что случится, если вы пытаетесь в обычный int вписать значение на инницу больше. Вот. В общем-то, все эти типы данных вы уже знаете по Python, и я думаю, они в особом представлении не нуждаются. Еще больше типов данных — это charm и или binary. Это строки фиксированной длины. Собственно, когда вы объявляете типы данных для ваших столбцов, то для каждой записи у вас будет выделяться строго определенное количество байт на жестком диске. Это нужно для того, чтобы если вы сначала записали в базу строку длиной два символа, а потом такие через миллион записей подумали о том, что вам нужно было 20 символов, вы могли дописать туда еще не хватающих 18 символов, и вам не пришлось бы смещать все остальные данные. То есть, если вы говорите, что у вас строка может содержать максимум 200 символов, то даже если она будет пустая, под нее будет выделено место под 200 символов. Это про хранение данных в базе, поэтому кажется, что такой замечательный подход, мы все наши строки сделаем максимальной длины и не будем упираться в максимальное значение длины для строки, но нет, потому что тогда вам будет очень грустно по памяти. Чар — это один символ. Варчар, опять же, баннер — это строка с переменной длиной. Тайний блок и тайний текст — это по сути текст, но с ограниченной длиной. Отличие от чаров в том, каким образом база будет его хранить. Если чар будет храниться прямо вместе с остальными данными, то в случае текста с данными будет храниться ссылка на текст, а сам текстовый блок будет храниться отдельно. Ну и, собственно говоря, блок и текст — это опять же текстовое поле, в которое вы можете положить неограниченные длины, ну, в смысле нет, ограниченные, но очень большой длины текст, и опять же разница от чара в том, не так в длине, но еще в том, как он будет храниться. Храниться он будет отдельно от данных. Более подробно про типы данных можете посадить по ссылочке. Я думаю, пять минут успешно прошли, и давайте займемся проектированием. И проектировать мы будем, например, интернет-магазин. У кого есть какие предложения? Что должно быть в интернет-магазине? Таблицы пользуются продуктами товаров. Окей, товары. У нас будет таблица с товарами. Пускай будут некоторые items. Какие должны быть параметры у наших товаров? названия названия описания отличия. Так, название, еще. Цена. Еще. Что? Цвет. Описание. Давай без цвета. Описание, да. Дистинкшн. Ссылку на отзывы. Дойдем еще до этого. Описание, да. Наличие там было, да. Рейтинг, окей. Так. Ну, давайте пока что остановимся на этом. какие должны быть типы данных у этих полей? Ну, с названием. Стринг. Чарт, да. Вот. А вопрос в длине. Давайте предположим, что у нас будут не очень длинные названия товаров, ну, не более 150 символов. То есть это у нас будут чар 150. Чем должно быть прайс? Ну, скорее, все-таки этот не целое число, а все-таки дабл, потому что да. да. Нет целого числа, потому что у нас могут быть дробные цены. Что? Это дабл? Да. Далее идем. У нас есть описание. Что? Чар? Что такое чар в базах? Это же текст с ограниченным и небольшим количеством символов. То есть текст, да. Но на самом деле смысл даже не в том, что с ограниченным и небольшим количеством символов, а в том, что если мы сюда поместим какую-то очень длинную строку с описанием, она будет длинная, там может быть верстка, еще что-то, то это очень сильно раздует нашу таблицу, поэтому неплохо было бы хранить здесь только ссылку на текст, а сам текст описания хранить в другом месте, как и делается в случае текста. Рейтинг. Ну, если, а что-то все-таки нет, скорее все-таки int. А может, там здесь продавец установит? Ну, давайте для разнообразия установит. Что мы забыли в этой замечательной таблице? Правильно, мы забыли ее первичный ключ, то есть тот параметр, который будет для нее уникален. И это будет id и он будет тоже int. хорошо, у нас есть товары, но на этом наш магазин много не заработает. Что еще надо для того, чтобы наш магазин мог функционировать? Кто? Да, пользователи. Давайте въездим сюда. User. Какие поля должны быть у юзера? Ну, допускай будет username. firstname, lastname, пароли. Как хранить пароли в базе данных? Кто скажет? Да, хэш. Ну, или хэш, да. Пассворд. Потому что если вы храните пароли в открытом виде, то злоумышленник к вам придет, возьмет ваши пароли, возьмет юзернеймы и успешно залогинится за всех ваших юзеров. И будет очень грустно. Хотя, в принципе, если к вам пришел в базу злоумышленник, то уже все грустно. Вот. Ну, собственно, здесь с данными я думаю тоже все более-менее понятно. чар. Ну, тоже, наверное, чар. Конечно же, бывают люди с очень длинными фамилиями и с очень длинными именами, и это постоянная боль для веб-ресурса, потому что они не помещаются в базу, в чар-филд, они не помещаются в вашу верстку, они ее разрывают. Но, как бы, они есть, поэтому давайте считать, что у нас юзернейм это 150 символов тоже. FirstName 255 символов, LastName то же самое, чар 255 символов, пароли, ну, давайте тоже считать, что это будет чар, 255 символов. И, опять же, мы что-то забыли для наших юзеров. ID-шник, да. ID-шник. Ну, это опять же будет INTO. Так, хорошо. Вот у нас есть таблица с пользователями. И давайте подумаем, а вообще, как нашему сайту, нашему магазину понимать о том, что эти пользователи, они пришли и залогинились. Ну, Куки хорошо, это на стороне клиента, а с нашей стороны? Что, Нет, в смысле, где хранить значение, которое, значение, которое говорит о том, что он залогинился. отдельные сессии. И что в ней должно быть? Какие в ней должны быть поля? Ну, одна трофовская перемена, одна отличная никнейм-юзера. ID-юзера. Никнейм-юзера это плохо, ID-юзера, да, потому что... Нет, статус вошел или не вошел, тогда у тебя любой пользователь... Ну, статус вошел или не вошел, тебе не позволит понять, пришел к тебе юзер этот или не этот. не просто хранить какой-нибудь хэш, хранится у тебя в таблице и с которым твой пользователь приходит без запросов. Что? Ну, да, токен, да. Ну, опять же, здесь будет ID-шник самой сессии, юзер ID-шник, и, собственно, сама сессия. Это будет INT. Это что будет? INT, да. INT, и он будет ссылаться вот на... А? Вот на вот эту запись. И сессия это будет, опять же, char 255 синглов. Хорошо. Наши пользователи наконец-то могут входить и авторизовываться на нашем портале. Но по-прежнему не могут ничего... А, и они еще могут посмотреть список товаров. Это уже успех, но они не могут заказывать, да. Что нужно, чтобы они научились заказывать на нашем портале? Корзина. Ну, и, собственно, видимо, какая-то таблица, которая будет эти корзины характеризовать. Вопрос. У одного пользователя может быть одна корзина или много корзин. Вот я такой сейчас зашел, допустим, на ebay, и заказал там товары, нажал купить. А что случилось дальше? Корзина отвечает. На ebay выполнен. Появляется заказ на вот какой-то с перечисленным списком купли на вас и статусом ожидания. Оплата или благослава. Ну, кстати, вот есть вопрос. А хотим ли мы, чтобы через полгода наш пользователь снова зашел сюда, а мы показали ему, смотри, у тебя, короче, есть заказы, вот эти вот заказы, не хочешь ли ты их купить? Ну, если мы этого хотим, то да, нам нужна сущность корзины. Если мы этого не хотим, то альтернативный вариант мы можем хранить его корзину, точнее, айдишники его покупок у него в Store, то есть со стороны клиента. И он, когда придет к нам за заказом, то он нам передаст айдишники, которые он хочет купить, и мы сформируем ему заказ. Ну, давайте сделаем корзину. Корзина. Что должно быть в корзине? А, айдишник, да. Одешник корзины. Так, еще. Во, айдишники товаров, и как? Ну, смысл в том, что у нас в одной корзине может быть много товаров, и в то же время у нас товар может быть во многих корзинах, то есть эта связь уже не один к одному, многие к одному, а многие ко многим. Многие ко многим реализуются с помощью дополнительной таблицы. То есть мы делаем некоторую промежуточную таблицу, которая называется basket items. И в этой таблице мы делаем что? Во-первых, айдишник записывает таблицы. Во-вторых, basket items. И в-третьих, да, item ID. И погнали, здесь он ссылается опять же на юзеров. basket ID ссылается на корзину item ID. Ссылается на айдишник item. Окей. Ну, дальше нам нужно было бы еще сделать заказ, который был бы связан с пользователем. Два варианта. Либо точно так же, как в случае с basket, как в случае с корзиной. В нем должны были бы быть все товары, которые мы купили. Либо второй вариант. Мы можем делать так, чтобы что у нас заказ ссылался на ту корзину, которую купил пользователь. То есть, фактически, у нас тогда есть таблица order, которая содержит такие поля это ID, user ID, ну, айдишник пользователь, который покупает что-то, и basket ID, которая ссылается на корзину, которую сейчас покупает пользователь. Это понятно? Вот, окей, хорошо. А теперь давайте попытаемся построить запросы к этой базе. Вот, и давай мы с тобой построим запрос, который выведет сначала просто всех пользователей, которые есть в нашем магазине. да, кто-нибудь мне скажет, что нужно было бы изменить в этом замечательном запросе, если мы хотели бы у юзеров получить только поля ID и юзернейм. Велочку поменять на ID и юзернейм. Хорошо. Теперь давай мы пойдем чуть дальше, и мы получим, и мы хотим получить все сессии для всех залогиненных сейчас пользователей и их имена, то есть имя, сессия. Ну допустим, как без потом и прийти сессию, когда будет S, это будет потом не сессия, а саму сессию. А, саму сессию. сессия. А, сессия. Сессия. А, потом это значит можно сессию сделать, допустим, фронт. Можно просто join. UID UID OK Спасибо Собственно говоря, что происходит в этом запросе? Всем понятно, надеюсь? Мы запрашиваем поля name и сессия из таблицы сессий. К таблице сессий мы подключаем, прижойниваем таблицу юзеров, которую соединяем по user ID, то есть вот по полю из сессий user ID, равный ID-шникам самих наших юзеров. Окей Еще чуть более сложный запрос. Допустим, нам нужно было бы по поводу этого запроса. Этот запрос можно сделать двумя способами. Мы можем запрашивать изначально либо таблицу с сессиями и запрашивать эти поля, либо таблицу с юзерами. Как первоначальную, вот в блоке from. Причем, когда вы передаете этот запрос в базе данных, вы не можете быть уверены, что действительно она, изначально она возьмет именно таблицу с сессиями. То есть она может посмотреть на этот запрос и решить, что для оптимизации лучше, чтобы изначально запрашивалась таблица с юзерами, а потом уже к ней подснялась таблица с сессиями. А может наоборот. Это нужно учитывать. И давайте теперь подумаем о том, какие нужно было бы сделать индексы для нашей таблицы для того, чтобы она работала эффективно. Да, во-первых, очевидно, индексы по всем первичным ключам, то есть по всем ID-шникам, которые у нас здесь в принципе есть. Почему еще? По каким еще параметрам? Напомню, нам нужно строить индексы по первичным и внешним ключам, по параметрам, по которым мы ищем, и по параметрам, по которым мы сортируем. Ну, здесь мы про сортировку нигде не говорили, но, по крайней мере, у нас точно есть вторичные ключи. И это user-id, то есть это тот ключ, по которому мы соединяем таблицу с сессиями и таблицу с юзерами. Поэтому по нему тоже нужен индекс. Также user-id во всех остальных таблицах. Где он тут еще был? То же самое касается всех остальных ID-шников, которые у нас в принципе есть. Это basket-id, item-id. Это все тоже нужно, поэтому по этим полям тоже нужно сделать индексы. Внимание, вопрос. А есть ли здесь поля, по которым мы ищем? По user-id. По user-id, хорошо, да. Но это если мы в принципе создаем, делаем поиск по юзерам. Потому что если мы не делаем поиск по юзерам, то в принципе, ну, может быть только при авторизации. Да, 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 конечно же. Да, я не правил по item. А item что? По name, да. Окей. Там по всему кроме написания, да? А зачем по price делать? По сортюрах по цене. Ну да, если делаем сортюрах по цене, то нужно по рейтингу. Ну да, нужно. Хорошо. А вот, скажем, здесь нужно ли делать по сессиям индекс или нет? Нет, именно по сессиям. Если у вас приходит пользователь, он говорит, у меня сессия вот такая вот. Вам нужно пойти в вашу таблицу и проверить, а вообще у вас эта сессия есть или нет. То есть вы будете искать именно по сессии. А значит, вам нужен здесь индекс. Окей. А нужны ли индексы по паролю? Нет, не нужны, потому что мы никогда не будем искать человека по паролю. Мы скорее будем проверять, что хэш от того, что он передал, соответствуют записи, которые мы нашли по юзернейму. Поэтому по юзернейму нам нужен индекс и, возможно, даже, например, покрывающий индекс, потому что мы будем запрашивать по юзернейму данные и про его имя и фамилию, и про пароль, который он передал и все остальное. Поэтому нам хотелось бы, чтобы мы доставали из индекса сразу же всю информацию. Так. Вопрос. Если мы все-таки будем делать в нашем портале поиск по юзерам, причем не по юзернейму, а по имени и фамилии. Мы набираем, не знаю, Алеша Поповича и хотим найти всех Алеша Поповича, которые у нас есть на сайте. Какой нам нужен индекс? Да. Нам нужен будет здесь индекс first name и last name. Потому что, когда мы запросим всех Алеш, то если у нас будет вот такой индекс, то есть только по имени, то он найдет всех Алеш, заберет все данные из пользователей и дальше уже будет проверять для каждой из этих записей, подходит ли у нас фамилия или не подходит. Нам этого не хочется, мы хотим получать сразу же все вместе. А теперь внимание, вопрос. А сможем ли мы использовать вот такой вот индекс first name и last name в случае, если мы начнем искать по фамилии? Правильно, мы не сможем. Потому что, если мы пытаемся воспользоваться этим индексом, в нем отсортированы данные, начиная с имени. Соответственно, если мы хотим искать и по фамилии тоже, то нам неплохо было бы иметь отдельный индекс для last name. И следующий вопрос. Вот у нас есть индекс по first name и last name, и мы хотим поискать только по имени без использования фамилии. Сможем ли мы использовать этот индекс? На самом деле да, мы сможем. Он просто действительно возьмет по первой части этого индекса, возьмет по first name все записи, достанет из них записи из базы данных и передаст их нам. То есть, как бы, по второй части смещенного индексом мы не можем искать по полной составляющей или по любой его подчасти, начиная с начала, мы искать можем. Так, хорошо. А что нам делать вот в этой вот схеме, если мы хотим получить все заказы какого-то одного пользователя? Вот мы знаем, допустим, ID пользователя, и мы хотим получить все его заказы. Что? Еще раз. Да, нам нужно будет взять таблицу с пользователями, приджойнить к ней таблицу с корзинами по user ID, совпадающим с ID-шником пользователя. Потом к этому всему приджойнить наши заказы по ID-шнику basket, совпадающему с basket ID здесь. И таким образом мы получим полный набор данных, который нам нужен. И ко всему этому еще написать условие V, которое укажет, по какому ID-шнику мы, в принципе, это все ищем. И будет это выглядеть примерно таким образом. Давайте выведем, наверное, username из таблицы юзеров. И... Да. И... Что здесь, в принципе, есть? basket. Ничего нет. И есть order ID. И order ID для всех наших заказов. Так. Внимание, вопрос. С какой таблицы нам проще будет начинать наш поход? Внимание. 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 Во-первых, да, в принципе, с самой маленькой. Вот. Ну, в принципе, для того, чтобы их обратно сжойнить, наверное, проще будет начинать с баскета. К нему мы прижойним по user ID юзеров. Внимание. Да. Спасибо. За Nova York. На обку demás вратно она megалось. Нажим? Если вы хотите, чтобы она только celebrating. Просто несколько была эскаль腺. Должна пл ど других с гов... О, пressed. И еще нам нужно будет при-джоинить наши заказы. По каким параметрам? По каким параметрам будет делать второй join? Да, basket ID совпадает с basket ID в ордере. И теперь вопрос. А что у нас в итоге получится на выходе из этого запроса? Сколько у нас в принципе получится строчек на основе того, какая у нас получилась структура у basket? По сути у нас basket, он реализует, ну, является промежуточной таблицей для money-to-money связи и связывает всех юзеров и все их заказы. Поэтому из этого запроса у нас получится набор записей, где будет юзернейм и ID-шники для всех записей ордера, которые у нас в принципе есть. Окей. Более-менее понятно, как строить запросы, как к ним join и другие таблицы и так далее. Вопросы у кого-то остались? Почему мы можем сразу с юзеров уже просить ордера все, а проходить все их согласно? Что еще раз? Почему что? У нас с юзерей не правильно, и ордер у нас родится, и юзерей должен. Почему мы можем сделать просто такое, потому что мы присоединяем ордер, и у нас ID должен быть, ну, ID-юзер должен быть там на юзерей дить ордера и быть в виду сети. Спасибо. Это отличный вопрос. На самом деле потому, что юзерей здесь не нужен. Так как у нас есть юзерей в баскете, то эта информация будет избыточной. Мы можем получить этот ID-шник из баскета. Поэтому более правильный внешний вид этой таблицы будет вот такой. То есть только ID-шник заказа и ссылка на корзину, которую он реализует. Всем понятно, почему? Окей, хорошо. Так, собственно, пару слов про ваше домашнее задание. Ваше домашнее задание уже выложено на GitHub, и это blogs, блог. И в нем вам нужно будет реализовать класс, который реализует весь функционал блога. Это пользователи, авторизация пользователей, создание блогов, создание записей в блогах, создание комментариев к записям. И хочу заметить один момент. В этом случае блоги, они скорее как категории. То есть у одного поста может быть несколько блогов. То есть связь между постами и блогами – many to many. Это важно. И в задании есть небольшая градация по баллам. Какая еще раз связь? Повторить про связь. Связь между блогами и записями – это many to many. То есть у одного поста может быть сразу же несколько блогов, в которых он опубликован. Там есть градация по баллам, базовый функционал и усложнение этого функционала. Так, надеюсь, что все более-менее разобрались с построением селектов, потому что это самое, пожалуй, главное, что вам нужно будет делать в этом задании. И можно продолжить дальше лекцию. Сейчас я верну обратно проектор, и мы продолжим. Вот спроектировали мы нашу замечательную базу, построили для нее индексы, составили для нее запросы, а работают они медленно. И нам нужно каким-то образом понять, а почему они вообще медленно работают. И базы данных предлагают нам инструмент для того, чтобы разбираться, что же не так с нашими запросами и каким образом именно они их выполняют. Этот инструмент — это explain. Сразу скажу, что у него есть ряд минусов. Во-первых, он ничего не говорит о том, как... как триггеры и внутренние функции влияют на наши запросы. Внутри базы вы можете описать тоже часть вашей бизнес-логики вашего приложения, которое будет срабатывать... ну, которое вы будете вызывать запросами, которое будет изменять каким-то образом вашу базу и так далее. Это будет тоже влиять на производительность, но explain этого не будет учитывать. Хранимые процедуры. Если вы в рамках запроса вызываете хранимую процедуру, опять же, это часть бизнес-логики, реализованная внутри вашей базы данных, и пытаетесь пронатить через explain, у вас тоже ничего не получится. Но зато вы можете разложить вашу процедуру на отдельные запросы и пронатить их через explain отдельно. И чего вообще нужно реализовывать разные триггеры, различные процедуры в базе данных? То есть, как бы, какие вообще минусы и плюсы есть у этого? Минусы. При переносе базы данных у вас не все из этого перенесется. Это более неявно, чем вызывать запросы из вашего кода. Но все это перекрывается одним большим плюсом — это намного быстрее. Потому что, очевидно, намного быстрее делать операции с данными вместе, где эти данные уже есть, а не гонять их по сети для того, чтобы получить их к вам в приложение, там их как-то обработать, сделать на их основе еще какие-то запросы. Это все очень долго. Потому что самое долгое в общении с базой — это, в общем-то, время, которое запрос будет идти по сети к базе и обратно. Особенно учитывая, что, скорее всего, база у вас будет вынесена на отдельную машину. Кроме того, что есть хранимые процедуры и триггеры, еще есть оптимизация запроса на этапе выполнения. То есть, допустим, если вы взяли вашу базу, накатили ее себе на вашу машину и сделали какой-то запрос, то вы можете увидеть, что, допустим, он использует одни индексы и одним образом выполняется. Но у вас на боевой базе это будет происходить совсем по-другому, потому что на боевой базе уже есть история запросов и уже есть какие-то кэши, оптимизации и так далее, которые база применила. И поэтому запрос может пойти вообще по другому сценарию, не по тому, который вы ожидаете. Ну и да, часть отображаемой информации, она оценочная. То есть вы можете, допустим, понять порядок выполнения по времени вашего запроса, но не будете уверены, что это действительно будет так на бою. Но, тем не менее, другого механизма у нас нет, поэтому используем explain и радуемся. Какой у нас синтаксис у explain? В общем-то, максимально простой. Вы просто пишете ключевое слово explain перед вашим запросом. И вместо того, чтобы получить результаты выполнения вашего запроса, вы получаете табличку, в которой написано, какое было состояние у вашего запроса, какие он использовал ключи и так далее. Ну и вот здесь, в принципе, просто примеры нескольких запросов разной сложности. Запрос с подзапросами, обычный запрос на поиск всех записей из user-car и запрос, который на самом деле ничего не делает. То есть ему не нужно сходить в базу для того, чтобы получить результат. Но при этом в нем есть блок union, который, по сути, является отдельным запросом. Давайте разберем их подробнее и по столбцам, которые они выводят. Первый столбец — это select type. То есть, как мы можем здесь увидеть, это тип того запроса, который мы выполняем. Вообще, в принципе, explain разбивает… Ну, столбцами являются характеристики вашего запроса, а строками являются запросы, которые в рамках этого select были выполнены. То есть, в случае со вторым запросом у нас здесь был запрос и подзапрос. Поэтому основной запрос — это primary запрос, то есть, от которого вы все начинали, он выполняется к таблице user-car. И второй запрос — это subquery под запрос, который выполняется к таблице users-user. Какие еще бывают варианты, кроме primary и subquery? Simple. Ну, то есть, просто обычный select. Primary. Select — основной запрос, от которого вы начали рассматривать все ваши запросы. То есть, в нашем предыдущем случае это как раз-таки первый select к user-car. subquery под запрос, не в from. Derivet означает, что мы сделали запрос, и у нас есть подзапрос в блоке from. То есть, мы выбираем таблицу из другой выборки. union — то есть, это второй и последующий запрос, входящий в объединение. Вы можете объединять различные запросы для получения общего результата из нескольких запросов. Ну, и union result — это запрос select, который применяется для выборки из всех union, которые вы сделали. Когда вы делаете union, будет создана дополнительная таблица, которая будет храниться в памяти, пока идет этот запрос, из которой потом нужно будет прочитать все данные. Таблица. Ну, в общем-то, наверное, здесь все максимально понятно. Это таблица, из которой вы делаете запрос до тех пор, пока вы не начинаете переименовывать ваши таблицы. Если вы делаете вот такой вот запрос, то есть, мы запрашиваем все из users car и join'ем к ней таблицу users user. То есть, по идее, в графе table должны были быть user car и users user. Но в процессе создания запроса мы переименовали их в UC и в UU. Соответственно, в explain'е будут показаны те псевдонимы, которые мы им дали. Думаю, здесь тоже все понятно. Тип. Это тип запроса, который… Это характеристика того, каким образом запрос выбирал данные из вашей таблицы. Собственно, самый плохой вариант — это all. То есть, это полное сканирование всех данных из вашей таблицы. То есть, запрос не нашел никаких индексов, никаких оптимизаций и маршрутов не нашел. Он просто пошел в таблицу, выбрал все данные и пофильтровал их, что-то с ними сделал. Это плохо, потому что это долго. Дальше. Индекс. Это то же самое, что и сканирование таблицы, но при поиске по параметрам он нашел индекс, который ему подходил, и изначально он ввел поиск не по всем данным, а по индексу. А потом уже по подходящим полям забирал данные из таблицы и уже их как-то дорабатывал. Range. Это просмотр диапазона или неполное сканирование индекса. Например, у вас есть индекс по датам рождений, и вы делаете запрос, в котором вы хотите получить всех пользователей, которые родились в каком-то диапазоне, там, не знаю, от 5 января до 90-го года, до 10 января 93-го года. Вот такой запрос, в случае, если у вас есть индекс по датам рождений, будет range-запросом, который посмотрит только кусочек вашего индекса, и это лучше, чем full-scan по всему индексу. EqualRef — это такой тип, когда вы точно знаете, что по вашему индексу получилось найти всего лишь один результат. Это просто идеальный вариант. Вы просто зашли в индекс, нашли нужное вам значение и вернули его. Ну и null-запрос — это такой тип запроса, что при оптимизации запроса MySQL решил, что ему не нужно вообще идти в какую-то таблицу, что-то анализировать, он просто на это уже ответ. Примером такого запроса мог быть и был вот этот вот запрос, где мы запрашивали единицу из ничего. И типы запросов были null, потому что MySQL на этапе оптимизации понял, что ему никуда идти не надо, он просто вернул нам единицу. Так, возможные ключи. Это следующий после-тайп столбец. Во-первых, да, иногда бывает так, что данные выглядят в консольном MySQL довольно монструозно, потому что ему нужно отобразить большое количество колонок, они помещаются вам в консоль, все снижает. Выглядит очень грустно, читать очень сложно и неудобно. Поэтому удобное добавление, если вы ставите слэш G большая, то ваш допрос будет отображен не в виде таблицы, а в виде строк. То есть вот таким образом будут разделены отдельные строки и в столбик будут указаны все параметры, которые в этой таблице были. Из всего этого нас интересует possible keys. И это тот параметр, который говорит о том, какие индексы использовала база данных при получении данных из вашей таблицы. Понятно, да? То есть, допустим, если у вас есть опять же тот же самый… Ну вот, давайте вернемся немножко назад. Что-то все грустно, но ладно. Например, вы получали все данные из users car, у которых ID начинался на единицу. И очевидно, что ваша база может пойти по по primary key индексу, то есть по основному индексу, основного ключа и смотреть, какие из ID-шников начинают с единицы и просто их возвращать вам. Поэтому здесь она использовала primary index. В общем случае здесь будут названия индексов, которые были… которые использовались. То есть это могут быть либо ваши кастомные индексы, либо те же самые primary или null. Null означает, что он не нашел индекса и шел просто в таблицу. Окей. И переходим к NoSQL решениям. Вообще, а зачем? Ну, как бы у вас есть замечательная SQL-база данных. Вы можете организовать хранение любой информации в них. У вас есть хорошо описанный язык для того, чтобы эти данные запрашивать. Зачем вообще… Вообще, вам могут понадобиться что-то еще. Это же просто идеально, нет? Безопаснее. Безопаснее. Вообще, в больших данных сложно, например, хранить на одном сервере? Да. Например, сложно хранить на одном сервере и вам нужно положить данные на несколько серверов. Вы, используя реликционный баз данных, это можете сделать. Вы, например, можете применить шардирование и разделить вашу таблицу, ну, либо по колонкам, положить это на разные сервера. Допустим, на одном сервере у вас есть таблица с юзерами, она огромная. На одном сервере у вас лежат юзернеймы и айдишники, юзернеймы, айдишники и, не знаю, возраст и дата рождения, а на другом сервере у вас будут лежать айдишники, first name и last name. То есть, данные по… между таблицами будут мачиваться по айдишнику юзерей там и там и вот у вас вроде все хорошо. Но это добавляет вам головной боли, вы не сможете нормально джойнить таблицы с разных серверов. Вот. То есть, как бы, есть свои минусы. И поэтому тем же самым Facebook нужны какие-то другие способы хранения вот этих вот огромных масштабов данных. А зачем это может понадобиться вам? Ну, что, мы можем как-то упростить. Что? Как-то можно упростить. Ну, не всем упростить. Мы вот говорили про то, что мы храним сессии и мы храним их в базе. У базы есть кэш. То есть, когда приходит запрос в базу, он попадает, обрабатывается в базе и при возвращении он записывается в кэш, записывается значение, которое было возвращено, хэш от запроса, который пришел, по которому ему вернули и те таблицы, которые использовались при получении результата этого запроса. и если вы будете запрашивать одни и те же данные много раз, то первый раз может быть длительным, потому что он пойдет в базу, а все остальные будут возвращаться из кэша. Вроде бы все классно. Если только вы постоянно не меняете данные, это во-первых, а во-вторых, даже если вы не меняете данные, то у вас база находится на другом сервере, то есть вам все равно нужно туда идти, и это долго. И хотелось бы иметь тот же самый кэш, но поближе. Вот. Это одно из применений, которое может вам понадобиться. Например, вам нужны хранилища таких вот данных, которые не страшно потерять. Те же самые сессии, они у вас хранятся в базе, но они хранятся и в кэше на сервере. Вы можете их достать. И доставить будет быстро. И вот для всего этого уже обычные релизионные данные, они не очень подходят. То есть разворачивать огромные MySQL для того, чтобы хранить там только таблицу с сессиями, ну, как-то overhead. И как раз таки под вот такие узкие задачи был придуман целый огромный зоопарк различных NoSQL решений. Собственно, в чем их можно объединить в принципе? Они все не используют релизионную модель. Ну, чаще всего. Чаще всего они подходят для того, чтобы разворачивать технокластере, то есть на большом количестве машин, то есть они хорошо масштабируются, при этом поддерживают взаимодействие данных между разными машинами. Чаще всего они open-source но опять же потому, что им нужно как-то получать себе аудиторию и доверие к ним побольше от этого будет, поэтому почему нет? Ну, и у них чаще всего нету схемы. Одной схемы это та самая структура таблиц, которая характеризует вашу релизионную модель зависимости между таблицами и так далее. И среди таких ярких представителей можно сказать про memcache, Redis, Cassandra. Redis и memcache это хранилище значений как раз-таки in-memory с своими особенностями Cassandra это баз данных для хранения больших объемов информации. К тому же самому SQL станет плохо, когда вы будете хранить в нем например 50 гигабайт в одной таблице ему точно станет очень плохо. Вот прям настолько плохо, что запросы будут делаться очень долго и на получение и количества элементов внутри, и на выборку каких-то корректных запросов тоже, и тем более на поиск, потому что ему нужно будет по-любому сделать fullscan большого количества запросов. Индекс по 50 гигабайтам данных не влезет в память никак. Поэтому нужны какие-то решения, которые позволят вам быстро записывать данные в вашу базу данных. Ну и если повезет и данные были записаны недавно, то доставать их быстро, если не повезет и данные были записаны давно, то ну да, Но как бы такая специфика базы. Быстро пишем, а читаем нестабильно. Neo4j это графовые базы данных. Еще раз memcash tarantul это inmemory баз данных mongtb и так далее. И давайте посмотрим, попытаемся их каким-то образом объединить и посмотреть, в каких кейсах они могут использоваться. Да, subd key value, то есть хранилище ключ-значений. популярные решения те же самые memcash и memcash db это распределенная база данных в оперативной памяти. Соответственно, мы очень быстро получаем данные, которые мы запрашиваем, потому что они лежат в оперативной памяти на той же машине, нам не нужно идти по сети, и мы их достаем прямо из памяти, не из диска. Redis это по сути тот же самый memcash, но у него еще есть фишка, связанная с выполнением операции, прямо на данных. То есть вы говорите ему, какие операции нужно сделать, ну, у него есть перечень операций, которые он может сделать, и он выполняет их прямо на данных, и вам не нужно, опять же, тратить время на получение данных от базы. Ну, и там поддерживается структура и так далее. Когда это полезно применять? Ну, как я же говорил, кэширование. Кэширование просто каких-то констант, которые вам нужны постоянно в работе вашего приложения, кэширование сессий и так далее. Очереди. Например, если у вас есть очередь задач, и вам нужно получать каждую секунду для свободных ваших воркеров получать задачи, которые нужно сейчас выполнять. В принципе, тот же самый Redis отлично для этого подходит. Распределение информации, то есть, когда вы кидаете какую-то задачу в в в некоторый публичный канал и подписчики забирают его из этого канала. Далее. На самом деле самый распространенный случай это как раз-таки использование для кэшей. То есть, это то, что, скорее всего, если у вас будет какое-то веб-приложение, вы будете прям использовать. Так что, в принципе, про Redis и прям конечно запомните маналов довольно много будет. Распределенная СОБД. Хранение неструктурированных данных, если вам необходимо хранить большие объемы в течение долгого времени и опять же вам не так важно, как быстро вы будете его читать. Например, вы хотите хранить логи. Вам нужно хранить логи Nginx, вы не хотите хранить их в файлах, которые весят безумное количество у вас на диске, вы хотите каким-то образом вкладывать их в вашу базу, значит, вам важно, чтобы она быстро записывала лог, чтобы не появлялась очередь из запросов на запись. А каким образом она будет их возвращать, вам уже не особо важно, потому что вы будете это делать очень редко и в худшем случае вы можете подождать. необходимо, чтобы это дело хорошо масштабировалось, потому что однажды у вас закончится место на вашем сервере, вы захотите поставить рядом второй сервер и писать логи туда, и вы хотели, чтобы это происходило без боли. И для этих решений подходят такие базы, как Cassandra и HBase. СОБД типа граф. Где оно может использоваться? Ну, да, работа со сложно связанной информацией. Короче, например, это социальная сеть. Вам нужно построить граф знакомств между всеми вашими юзерами и нужно получить, быстро получить, с каким количеством пользователей знаком какой-то один ваш юзер. например, для того, чтобы предложить ему еще друзей. Для этого отлично подойдет как раз-таки база данных вида граф. То есть вы сможете построить граф знакомств и по нему переходить, где нодами будут люди, а связями будет их знакомство. Ну, и популярные СОБД в этой области это Neo4G, бессхемное хранилище на джаве другие. Так, я пропустил документы, документы ориентированные СОБД. Ну, давайте про популярные решения здесь. Это MongoDB, CouchDB. А для чего они нужны? Кто мне расскажет? Во-моему, кто-то знает. Окей, представьте ситуацию, что у вас есть интернет-магазин и у вас есть товары. Причем товаров очень много и вы хотите очень-очень быстро отдавать страницы с конкретными товарами. Но ваш товар у вас в базе лежит в двух-трех таблицах. Соответственно, хотя база делает это и быстро, но все равно сджойнить ваши таблицы будет дольше, чем если вы могли бы вот так вот взять и сразу же получить всю карточку товара целиком. Как раз-таки для закрытия таких кейсов и нужны документы ориентированные с UBD, то есть когда у вас есть какой-то объект, который вам нужно очень быстро отображать, который у вас не меняется и для которого вы можете составить понятную структуру страницы. В чем различается подход к проектированию таких баз? Во-первых, не так. В чем различается разница в проектировании таких баз? Допустим, вот вернемся к тому же самому магазину. Вот сейчас вы видите вариант базы для реализационной модели. У вас есть отдельная таблица с заказами, отдельная таблица с покупателями, отдельная таблица с элементами заказа, с продуктами, которые в нее входят, с адресом доставки этого заказа, способом оплаты и так далее. Отдельный биллинг. и для того, чтобы отображать страницу с заказом, вам нужно будет по сути собрать все эти таблицы на одной странице. Это долго. Что мы можем сделать, если мы говорим про документы ориентированную, про документы ориентированный подход? Мы говорим, что не нужны нам таблицы, нам нужен один документ, один документ заказа. Не знаю, нормальный вид, или нет. Надеюсь, нормально. По сути, это дикт, в котором сразу же лежат все элементы, которые вам нужны для отображения. у вас здесь будут и информация по тому, какие продукты были куплены, и это будет список из продуктов. Там же будут цены, там же будет лежать адрес доставки, покупатель и цена товара. И для того, чтобы отрисовать такую страницу, вам нужно будет сделать лишь один запрос без подзапроса, который сразу вернет вам все нужное, и вы просто отобразите это на вашем сайте. Звучит очень хорошо. Почему же все этим не пользуются? Потому что у такого подхода есть как хорошие положительные стороны, так и свои минусы. Вот в случае, если мы говорим про реализационную модель и про нормализацию данных. Какие плюшки мы получаем? У нас всегда будет целостность данных, то есть у нас никогда не будет дублирования в разных таблицах одного и того же параметра, и значит у нас никогда не будет такой ситуации, что в одном месте у нас указан возраст покупателя 20 лет, а в другом 19. если мы говорим про религиозные базы, то мы можем сделать там вообще любой запрос, вообще любой. Мы не знаем, сколько он будет работать, но запрос можем сделать любой. Какие минусы у этого подхода? у нас нет эффективности, если мы хотим разделить наши данные на несколько серверов. Мы теряем очень много плюшек, связанных с join, мы теряем плюшки, связанные со скоростью работы, все плохо. То есть у нас допустим на одном сервере лежат информация про заказ, а на другом сервере информация про элементы, которые в этом заказе есть, нам придется гонять данные по сети, чтобы все это собрать воедино. Очень плохо, очень долго. Низкая скорость чтения при объединении join. Ну, да, у нас один индекс помещается в память, и все хорошо, а если мы объединяем много таблиц, мы пытаемся в память много join, с диска поднять, много индексов с диска поднять, и они уже не влезут в память, то есть какой-то индекс оттуда вывалится, и мы постоянно будем читать все равно с диска, это опять же будет долго. Ну, и наконец-то вы смотрите на вашу таблицу, и вы не понимаете, какая часть из этой базы, какая таблица из этой базы соответствует какому элементу в вашем реальном мире. Вот у вас в реальном мире есть заказ, а в рельефционной модели есть 10 таблиц, которые этот заказ отображают. И для программиста проще было бы работать с одним объектом заказа, а не с 10 таблицами. Если мы говорим про агрегаты, то есть про документы ориентированные базы, из минусов, в общем-то то, что было в реализационной модели плюсами, стало здесь минусами и наоборот. Там была целостность данных, здесь есть оптимизация только под отдельный вид запросов. То есть мы храним возраст и в профиле, и в карточке юзера, и вообще везде, где он может отображаться на наших страницах. Все работает быстро, классно, но мы получаем очень много головной боли для того, чтобы контролировать, что везде этот возраст будет одинаковый. Так, просто чтобы понимать, насколько много головной боли, давайте представим, что у нас есть страница с товарами где-нибудь на Амазоне, где объявлена горячая распродажа какого-то товара, и нам нужно контролировать его количество. А у нас оно записано в двух местах. И за то время, пока мы будем из карточки, ну, в карточке товара уменьшать его по каунт и дойдем до нуля, в списке товаров каунт еще будет не нулевой, и люди будут продолжать переходить по этому товару, а в лучшем случае еще и покупать его, если мы и там будем хранить количество товаров, которые у нас остались. Ну, и в итоге нам нужно будет вращать очень большое количество отказов по этому товару. Далее. Сложность при обновлении денормализованных данных. это как раз вот таки про использование одного и того же элемента в нескольких сущностях. Не таблицах, а здесь в нескольких документах. Нам нужно помнить про то, что у нас возраст указан в нескольких местах и везде мы должны его будем обновить. А еще мы хотели бы везде его обновить одновременно или хотя бы примерно одновременно, чтобы у нас на разных страницах не было обманчивой информации для пользователя. Какие плюшки отдает? Если мы говорим про то, что у нас много данных они не влезают на один диск, то если мы хотим отобразить карточку в социальной сети, то мы приходим в базу, забираем весь документ, отображаем его. Нам не нужно джойнить его с другими таблицами, нам не нужно ходить на другие сервера, мы получаем просто невероятный выраж в скорости. Но еще раз напомню, этот выраж делается за счет того, что мы придумали наш документ конкретно для этой страницы. Если на следующий день ваш продукт менеджер придется и скажет ну я решил добавить сюда еще один параметр, то вам придется все переделывать. Далее. Возможность хранить объекты в том виде, в котором с ними работают физически. И это проще, потому что у вас есть страница профиля, у вас есть документ профиля и все более-менее понятно, вам не нужно думать о том, каким образом связать эти все таблицы, какие сделать join и так далее. Ну и на этих поддержка атомарности на уровне записи. То есть если вы меняете какую-то запись, то не может быть во время изменения еще одного изменения этой записи. Например, если у вас есть каунтер и вы его изменяете, то другим запросом вы не сможете в это же время его изменить. Если у вас есть каунтер 10 и вы хотите уменьшить и пошло два запроса в MySQL, то может быть такая ситуация, когда 10 минус минус 1 получится 9, а не 8, как должно было быть. Так, окей. по новостей решениям, какие в принципе вопросы есть по такой обзорной части? Может, серый применение еще что-то? Нет, ее нету. Нету проблемы с поддержкой автоматизации, но тебе нужно оборачивать твою транзакцию в транзакцию для того, чтобы он заблокировал таблицы, которые будут изменяться. Для того, чтобы гарантированно ты пока будешь собирать данные из разных таблиц для изменения, не случилось так, что другой запрос их изменит. А тут ты получил сразу же из всех таблиц, в случае с документами у тебя нету таблиц, ты получил весь документ, его изменил, его положил. Вы будете работать с MySQL. Соответственно, вам нужно будет поставить MySQL на свой компьютер, либо там развернуть его в докере, либо где вы будете делать домашнее задание, может быть, на сервере. После чего вам нужно будет создать там таблицы и каким-то образом из вашего кода в питоне к вашей базе обращаться. Соответственно, я вам рекомендую питоновский пакет PyMSQL и в репозитории лежит маленький example-код, который показывает, каким образом с этим пакетом работать. По сути, это практически экзампл из этой же доки, но возможно вам будет полезно. Давайте я расскажу, что здесь происходит. Во-первых, мы импортируем из PyME SQL курсор. Это класс обертка для того, чтобы установить присоединение с вашей базой. Обращаемся к методу connect, передаем сюда хост, на котором живет ваша база, юзера, пароль, имя вашей базы, чарсет, это чарсет, в котором вы будете выполнять ваши запросы, должен совпадать с чарсетом вашей базы. Ну и курсор класс, это вспомогательный параметр, конечно, не помогает, не попадает. Что происходит дальше? Дальше вы открываете курсор, то есть открываете connection с вашей базой и можете отправлять в него ваши запросы. Собственно, запрос на получение имени и фамилии из таблицы users user получаем всего лишь пять записей. Вызываем метод execute у курсора, передаем ему наш SQL-код. В объекте курсора теперь будет храниться результат нашего запроса. Если у нас одна строка в результате нашего запроса получается, мы можем вызвать метод fetch1, но так как у нас несколько строк, то мы вызываем fetch all. Получаем результат, и в результате мы получаем dict, так как мы в качестве курсора класса использовали dict курсор. И давайте посмотрим, что же у нас будет происходить здесь, если мы выведем теперь из нашего объекта result. Давайте выведем наш объект result для начала. И потом выведем его построчно по элементам. имя и фамилию, получаем список всех юзеров, которые попали в первые пять записей. собственно использование максимально простое, так что я думаю проблем с этим пакетом возникнуть не должно. Собственно и это все. в Продолжение следует...